Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы начинаем урок по экологии и защите природы. Сегодняшняя тема нашего урока называется «Экология популяций». Что такое популяция? Популяция — это популяции называют группу особей одного вида, находящихся во взаимодействии между собой и совместно населяющих определенную территорию. Что такое популяция? Согласно определению Шварца, популяция — это элементарная группировка организмов определенного вида, обладающая всеми необходимыми условиями для поддержания своей численности длительное время в постоянно изменяющихся условиях среды. Слово «популяция» происходит от латынского «populus» — народ, население. Популяциям свойственен рост, развитие, способность поддерживать существование в постоянно меняющихся условиях. То есть популяции обладают определенными генетическими и экологическими характеристиками. Популяция — это группа особей одного вида, находящихся во взаимодействии между собой и совместно населяющих определенное пространство, а также обладающие общностью происхождения, сходством строения и поведения. Автором этого слова является немецкий ученый Вильгельм Людвиг Йогансен. В 1903 году этот немецкий ученый ввел термин «популяция» в науку. Русский ученый, профессор русский ученый Наумов разделяет популяции по биотопической структуре, разделяет на три группы, такие как географические популяции, экологические популяции и элементарные популяции. По территориальному признаку географические популяции — это группировки особей, обитающих на географически однородных территориях, довольно больших по площади. Они отделены друг от друга географическими изолянтами — реки, горы, большие расстояния. Обмен генами происходит редко. Вторая группа — это экологическая популяция. Совокупность элементарных популяций — внутривидовые группировки, приуроченные к конкретным биоцинозам. Обмен генетической информации между ними происходит довольно часто. Примером можно привести этому виду популяции белку соснового леса. Третья, самая меньшая группа — это элементарная популяция, то есть локальная популяция. Это совокупность особей одного вида, занимающих небольшой участок однородной площади. Между ними постоянно идет обмен генетической информацией. Из некоторых из пяти-шести элементарных популяций можно составить экологическую популяцию. Так как популяция является группировкой особей одного вида, она имеет основные характеристики популяции. Это пространственное распределение осебей. Осеби, составляющие популяцию, могут иметь различные типы пространственного распределения, выражающие их реакции на благоприятные и неблагоприятные физические условия или конкурентные отношения. Знание типа распределения организмов очень важно при оценке плотности популяции методом выборки. Различают случайное, равномерное и групповое распределение осебей и их групп. Вторая характеристика популяции является численность популяции. Это общее количество осебей на данной территории или в данном объеме. Оно никогда не бывает постоянно и зависит от соотношения интенсивности размножения, плодовитости и смертности. В процессе размножения происходит рост популяции, смертность же приводит к сокращению ее численности. Третьей характеристикой популяции является плотность. Плотность популяции определяется количеством осебей либо биомассы на единице площади или в единице объема, занимаемого популяцией. Например, 150 растений сосны на 1 гектара или 0,5 г циклопов в кубических метрах воды характеризуют плотность популяции этих видов. Четвертая характеристика популяции – это рождаемость, которая определяется как число новых осебей, появившихся в единице времени в результате размножения. В живых организмах заложена огромная возможность к размножению. Подсчитано, что бактерии делятся каждые 20 минут. При таком темпе одна клетка за 36 часов может дать потомство, которое покроет сплошным слоем всю нашу планету. Один одуванчик менее чем за 10 лет способен заселить своими потомками земной шар, если все семена прорастут. В действительности же такая громадная плодовитость организмов никогда не реализуется. Пятая характеристика популяции – это смертность. Это количество осебей, погибших за определенный период. Различают три типа смертности. Первый тип характеризуется смертностью, одинаковой во всех возрастах. Второй тип отличается повышенной гибелью осебей на ранних стадиях развития. Третий тип характеризуется повышенной гибелью взрослых, то есть старых осебей. Пятая характеристика популяции – это прирост популяции, то есть разница между рождаемостью и смертностью. Прирост может быть как положительным, так и отрицательным. Кроме того, еще существует понятие темп роста, то есть средний прирост за единицу времени. Если обозначить через R0 среднее число потомков, достигших репродуктивного возраста, производимых одной осебью данного вида за всю жизнь. Как и другие группировки, популяция тоже имеет разные структуры. Такие как половая структура, возрастная структура, пространственная структура, этологическая структура, генетическая структура и так далее. Половая структура отражает соотношение полов к популяции. Этот показатель особенно важен для видов с преобладающим половым размножением. Возраст и условия доступления половой зрелости самцов и самок оказывают существенное влияние на поддержание численности популяции. Под биотическими факторами понимают форму взаимодействия между осебями и популяциями. Биотические факторы подразделяются на две группы взаимодействия – внутривидовые и межвидовые. Гомотипическими реакциями называются взаимодействия между осебями одного вида. Экологическое значение имеет явления, связанные с эффектами группы и массы, а также с внутривидовой конкуренцией. В популяциях наблюдается такое понятие, как эффект группы. Это влияние группы как таковой и числа осебей в группе на поведение, физиологию, развитие и размножение осебей, вызванные восприятием присутствия осебей своего вида через органы чувств. Эффект массы вызывается изменениями в среде обитания, происходящими при чрезмерном увеличении численности осебей и плотности популяции. Как правило, эффект массы отрицательно сказывается на плодовитости, скорости роста, длительности жизни животных. Например, при развитии популяции мучного хрущака в муке постоянно накапливаются экскременты, линочные шкурки, что приводит к ухудшению муки как среды обитания. Это вызывает падение плодовитости и повышение смертности в популяции жуков. В перенаселенных группах домовых мышей отпадает плодовитость, а иногда размножение совсем прекращается. Гомотипические реакции. В природе эффекты группы и массы чаще всего проявляются одновременно. Исключительно важную роль групповые и массовые эффекты играют в динамике численности популяции, выступая в ряду зависящих от плотности экологических факторов, которые регулируют численность популяции по принципу обратной связи. Эта закономерность формулируется следующим образом. Для каждого вида животных существует оптимальный размер группы и оптимальная плотность популяции. Принцип Оли. Гетеротипические реакции – это взаимодействие между особями, принадлежащими к разным видам. Так как в других группировках, популяциях тоже наблюдаются разные виды биотических отношений. В природе различают 8 видов межвидовых взаимодействий. Это нейтрализм, конкуренция, мутуализм, сотрудничество, комменциализм, аменциализм, хищничество, паразитизм. В этой таблице приведены результаты, которые наблюдаются при взаимодействии двух разных видов. Например, нейтрализм. Здесь результаты обозначаются цифрами 0. И примером приведены мышь и птичка, которые обитают в разных средах, в одной и той же среде, извиняюсь, и никак друг на друга не влияют. Конкуренция. Результаты конкуренции являются минусовые, то есть отрицательные. Это в основном конкуренция бывает межвидовая и внутривидовая. Мутуализм. Это обоюдовыгодные виды отношений, когда два разных вида обитают вместе в одной среде, друг другу приносят пользу. Примером можно привести рака отшельника и актинию. Сотрудничество тоже наблюдается среди двух разных видов, когда две разные виды получают положительные результаты. По-другому этот вид можно назвать протокоперацией. Комменциализм. Этот вид биотических отношений делится на два вида. Это сотрапезничество и квартиранство. Сотрапезничество можно привести примером львов и гиен. Останками львов питаются гиены. При этом для львов это безразлично, а гиены получают пользу. Амменциализм. Этот вид биотических отношений наблюдается только среди растений. Когда для одного вида это взаимоотношение безразлично, а другой вид получает отрицательный результат. Например, еле видные растения при выделении фитонцита губительно влияют на вирусов и бактерий. Хищничество. При этом в этих отношениях наблюдаются положительные и отрицательные результаты. То есть один вид, конкретнее хищник, получает пользу, когда нападает на жертву, он убивает, поедает ее и наедается. Значит, это положительные результаты. А для вида жертвы получается отрицательный результат. То есть осип погибает. Паразитизм. Такие же результаты, как и у хищничества. Для одного вида положительные результаты, для второго вида отрицательные. Положительные результаты получают паразиты, которые находятся в организме хозяина. В организме хозяина для них все нормально, комфортабельно. То есть все условия очень необходимые, имеются. А при существовании паразита в организме хозяина, хозяин страдает. Паразит вызывает разные заболевания, от которого, значит, страдает организм хозяина. Принцип конкурентного исключения. Суть принципа заключается в том, что два вида с одинаковыми потребностями не могут существовать вместе. Один из них через какое-то время обязательно вытеснит другой. Это положение названо принципом конкурентного исключения или принципом Гаузи. В честь русского ученого Гаузи, впервые продемонстрировавшего это явление в экспериментах с инфузориями. Численность популяции определяется в основном двумя явлениями – рождаемостью и смертностью. Общая численность популяции подвержена сезонным, многолетным, периодическим колебаниям численности, а также непериодическим. Эти изменения численности и являются динамикой численности популяции. Существуют условные причины колебания численности популяции. При наличии доступного корма численность популяции растет, но при ее максимальной величине корм становится лимитирующим фактором. И недостаток его приводит к снижению численности. Взлеты и падения численности популяции могут происходить в процессе конкуренции нескольких популяций из-за одной экологической нищи. Сложные взаимоотношения популяции хачника и жертвы, паразита и хозяина также могут выступать одной из причин колебания численности. Абиотические факторы, такие как температурный режим, влажность, химический состав среды и другие, оказывают сильное влияние на численность популяции и нередко вызывают ее значительные колебания. Плотность популяции обычно имеет определенный оптимум. При любом отклонении численности от этого оптимума вступает в силу механизмы ее внутрепопуляционной регуляции. Рост плотности популяции многих насекомых сопровождается уменьшением размеров особей, снижением их плодовитости, повышением смертности личинок и куколок, изменением скорости развития и соотношения полов, что резко снижает активную часть популяции. Чрезмерное возрастание плотности популяции нередко стимулирует каннибализм от французского каннибали – людоед. Каннибализм наблюдается у некоторых видов рыб, у земноводных и других животных. Каннибализм известен более чем у 1300 видов животных. Одним из важных механизмов внутрепопуляционной регуляции численности выступает эмиграция, выселение, переселение части популяции в менее предпочтимые места обитания того же ареала. У некоторых видов тлей повышение плотности популяции рассопровождается появлением крылатых особей, способных расселяться. При переуплотнении популяции эмиграции происходят у рядом лекопитающих, особенно у мышевых грузунов и птиц. На этом сегодняшний наш урок заканчивается. Спасибо за внимание.